Между тем, в Люберцах реконструировали эпизод нападения на госпиталь времен Великой Отечественной. Интерактивная программа называлась «Солдаты бессмертия» и была полностью посвящена военным врачам. Все по-настоящему. Студенты Люберецкого медколледжа выносили раненых с поля боя и оказывали им первую помощь. Всего в реконструкции было задействовано больше 200 человек. Добрый день всем, кто сегодня пришел на самое удивительное и самое уникальное мероприятие, которое, наверное, мало кто из вас когда-нибудь видел. Реконструкцию боевых действий времен Великой Отечественной войны организовала для студентов Люберецкого медицинского колледжа некогда выпускница Юлия Лапанова. Собственными силами она находит всю необходимую утварь, чтобы затем и создать для подрастающего поколения то боевое время. Как признается Юлия, это увлечение, ставшее не только любимой работой, но и смыслом жизни всей ее семьи. Войну Вторую мировую и Великой Отечественной современные поколения не так воспринимают, как должно было. Они воспринимают, как это какая-то романтика, побегать по полю с оружием, пострелять, красивая форма, погоны. Так воспринимают. Думают, что действительно роль России не такой была. Победу они немножко иначе представляют. А на фронте приходилось сталкиваться со многим. Постоянная опасность, риск и страх. Как признается Юлия Лапанова, задача реконструкции — объяснить, что такое война. А чтобы нагляднее это было, сами студенты разыграли несколько сцен из жизни военного врача и солдата. Сегодня ваши студенты, ваши преподаватели покажут на наших бойцах, которые в дальнейшем будут нашими ранеными, покажут несколько вариантов повязок. Метод повязки — варежка, которая накладывалась без мази каких-либо растворов, непосредственно на поле боя для предотвращения вторичного инфицирования. И так называемая циркулярная повязка, которая накладывалась на нижнюю конечность, были воссозданы студентами. Эти виды повязок сохранились со времен войны до наших дней. Здесь все как на войне, каждая секунда бесценно. Ребята прикладывают неимоверное усилие, чтобы помочь своему ближнему. Единственное, что не передает реконструкция, — это весь ужас войны. И ту горечь, которую испытала каждая санитарка. Сами участники остались довольны проделанной работой. Как признаются ребята, это честь для них быть частью тех событий. Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться как можно чаще, ведь это память. И мы не должны забывать тех героев, что совершили этот великий подвиг. Для меня была большая честь принять участие в этом мероприятии. Это была очень большая ответственность. Ты отвечаешь за жизнь другого человека. На меня произвело это очень яркие впечатления. Я чувствовал отвагу, храбрость, мужественность в данном выступлении. В завершении реконструкции ребята исполнили песни военных лет, которые помогали поднять дух многим бойцам в Годы Великой Отечественной. Мария Кузьмичева, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий. Продолжение следует...